Алексей Владимирович, у нас сегодня с вами необычное интервью, и дело не в том, что мы проводим его в таких дорожных условиях во время короткого переезда с важной встречи, на важное совещание, потому что при вашей загруженности это вполне естественно. Но необычно оно, наверное, тем, что поговорить мы хотим о личном, о женщинах в вашей жизни, о тех, кто вас окружает, о вашей семье. Говорят, что мама – главный человек в жизни каждого из нас. Какое самое главное воспоминание или, может быть, самый главный совет, который дала вам в жизни мама? Ну, я с вами, Лена, полностью согласен. Для любого человека мама – самый главный в жизни человек. Я уверен в этом. Нет у каждого человека никого, кто его любит больше в жизни, чем мама. С мамой можно ругаться, можно не соглашаться, можно спорить, можно в чем-то быть ею недовольным, как и она своим ребенком. Но то, что она как минимум на основании просто инстинкта любит своего ребенка больше всех в жизни – это точно. Вы знаете, я очень рано стал взрослым, когда мне было 12 лет, умер отец, я практически сразу пошел работать. Сначала подрабатывал, чтобы какую-то копейку домой приносить. И, кстати, все деньги, первые, которые я зарабатывал, я полностью отдавал маме. Потом я уже в 15 лет, в 16 уже работал профессионально, совмещая со школой, мотался по стране, занимался журналистикой. Поэтому у меня детство закончилось очень быстро, и поэтому вот такая вот связь с мамой, как с человеком, кто в детстве направляет, дает какие-то советы, она объективно прервалась у меня очень рано. Я помню свое детство, помню, что с мамой мы ездили летом иногда куда-то вдвоем отдыхать. И вот это, наверное, самое трогательное воспоминание, которое у меня связано с моей мамой. Сейчас видимся, к сожалению, по объективным причинам, ну, где-то и по субъективным очень-очень редко. Во-первых, мы живем в двух разных регионах, а во-вторых, даже когда я бываю в Москве, у меня все мое время занято работой, и к маме стараюсь заскочить, но не всегда это получается. Но вы же объективно счастливый человек. Вас окружают чудесные, умные, талантливые женщины. Это еще и супруга, и ваши чудесные девочки. А как вы познакомились с супругой? Вы помните этот момент? Чем вас зацепила именно эта девушка? Вы знаете, я сначала о другом отвечу вам, Елена. Периодически в силу своей профессиональной деятельности сталкиваясь с людьми с ограниченными физическими возможностями, с людьми, которые столкнулись с какими-то тяжелыми болезнями, и которые в этой связи испытывают очень серьезные жизненные сложности и трудности. Я любого человека, кто здоров, уже считаю счастливым человеком. Потому что мы не до конца понимаем, насколько мы счастливы только потому, что мы здоровы и полноценны. Что касается моей семьи, жены, трех дочек, да, мне очень повезло и с женой, и с дочерьми. Жена у меня очень мудрый человек, умный очень человек, помимо того, что просто красивая и желанная женщина. И дети умные, где-то даже не по возрасту. Ранние, что называется, как обычно это среди людей говорят. С женой я познакомился 22 года назад, и как это ни странно, я познакомился 1 января, в первый день года. Просто потому, что в компании ее брата мы отмечали новогоднюю ночь, встречали Новый год. А на следующий день моя будущая, на тот момент жена, вернулась домой, из того места, где она встречала Новый год, и мы познакомились. И вот с 1 января 1997 года мы уже вместе, и в принципе я наш союз отчитываю именно от этого дня, а не от дня регистрации отношений в ЗАГСе или от дня венчания, это все уже вторично. Ну, это такой новогодний подарок, подарок судьбы, можно считать. У вас в связи с этим не появилась какой-нибудь семейной традиции, вот именно 1 января что-то делать особенное для жены? Вы знаете, есть традиция, не всегда получается ее соблюдать, к сожалению. Это 1 января вечером большинство семей продолжают встречать Новый год, а у нас уже как бы тоже ужин, когда-то вдвоем с женой, когда-то с детьми семейный ужин, но он уже именно посвящен тому, что в каком-то году, начиная отсчет от того года, когда мы встречаем 1 января, мы друг друга встретили. 22 года – это очень серьезный срок, я считаю. И в чем секрет вашего семейного счастья, вашего крепкого семейного союза? Ну, первое – это, конечно, в любви, второе – в мудрости. Конечно, часто бываю неправ я, часто бывает неправа жена, но умение находить в себе силы, сделать первый шаг, признаться в каком-то своем ошибочном или действии, или суждении – это дорогого стоит. Нескромно будет сказать, но жена постоянно говорит, что научилась этому у меня. Раньше, вот первые годы нашей совместной жизни, а мы практически сразу начали жить вместе, после того, как встретили друг друга, жена могла по нескольку дней, там, неделю злиться, не разговаривать, не искать компромисса, не искать возможности примирения. А я, наоборот, человек такой, который я не люблю быть в ссоре. И для меня, даже когда я понимаю, что я прав, признать собственную ошибку, которую я даже и не совершал, сказать «да, я был неправ, давай забудем, проедем уже эту ситуацию», для меня это несложно. И, вы знаете, есть такая мудрость, только я ее скажу, Лена, своими словами. Если хочешь разорвать отношения, то тогда, конечно, никогда не нужно делать первый шаг, потому что это будет проявлением слабости. А если цель, наоборот, сохранить то, что имеешь, то тогда незазорно сделать первый шаг, даже когда ты его делать не должен, а должна сделать его твоя половина. Но зато это возможность сохранить отношения, сохранить семью. Вот последние годы жена этому научилась, и где-то там в разговорах с друзьями, с родственниками меня благодарит за это. Ну, то есть вы оба теперь делаете шаги друг на встречу другу? Стараемся. Не всегда, как в любой семье, не всегда это получается, это не 100% случаев, но в подавляющем большинстве делаем именно так. Когда в те нечастые дни, мы прекрасно понимаем, сколько государственная служба отнимает времени и забот, вот вы дома берете на себя часть каких-то обязанностей, которые исполняет супруга, помогаете в чем-то? Ну, первое, действительно, работа съедает, наверное, процентов 85, а то и 90 всего моего времени, если исключить время сна. Да и сон не сильно длинный по времени. Вы знаете, первое, иногда вдвоем, но очень часто и я один хожу в продуктовые магазины, покупаю продукты. Так почему-то традиционно сложилось, что большую часть времени в химчистку сдавать одежду на чистку или в ремонт, тоже езжу я. Я люблю очень готовить, но, к сожалению, это вообще единичные случаи, потому что времени, ну, абсолютно нет. Даже в выходные дни у меня, как правило, связаны с работами, с теми встречами, которые я не могу провести в течение рабочей недели, в течение рабочего дня, по объективным причинам. Что еще? Ну, вот основные, наверное, поход по магазинам, какие-то бытовые вещи тоже решают. У нас нет разделения, что это только делает жена, это только делает муж. У нас, наверное, разделение только в одном. Вот оно принципиально, и для меня оно очень существенно. Я зарабатываю деньги, жена занимается воспитанием наших детей. Это была принципиальная моя позиция, и, ну, слово условия, наверное, не подходящее, но где-то около этого, что жена должна заниматься домом и воспитанием детей, потому что ни няня, ни детский сад, ни школа не даст столько воспитанию ребенка, сколько может дать семья мама. Поэтому вот в этом разделение есть. У меня, к сожалению, нет абсолютно времени заниматься воспитанием детей. Более того, жена категорически противник, Лена, чтобы я это делал. Почему? Потому что дети меня не видят вообще, ну, практически вообще не видят. Это не для красного словца сказано. И если я буду заниматься их воспитанием в то время, когда они меня видят, а что такое воспитание? Воспитание – это всегда понуждение, в том числе, ребенка к чему-то, что ему не нравится. Вот ты что-то видишь, что сделал твой ребенок не так, ты ему начинаешь говорить, так нельзя, нужно по-другому. У него это вызывает обратную реакцию. Поэтому жена моя против, потому что она говорит, если они еще будут тебя видеть так редко, и еще с негативом, то тогда ничего хорошего для тебя, то есть для меня, это не даст. Я с этим согласен. Более того, я очень рад, что у нас три девочки. Опять же, объясню почему. В моем понимании, хотя кто-то может думать совершенно иначе, в моем понимании отец девочку должен только, ну в основном, а уж в моей ситуации только, только любить. А воспитывать должна мама. А мальчика должен воспитывать отец. Поэтому, если бы у нас с женой родился бы мальчик, без моей возможности его воспитать при маме, при сестрах, при двух бабушках, кто бы вырос из этого мальчика, я так и с иронией говорю, и серьезно, еще неизвестно. Поэтому спасибо Господу, что давал нам все время девочек. Хотя сейчас я очень хочу, чтобы Господь дал еще и четвертого ребенка, и дал все-таки сына. Трое детей, вы многодетный отец, это большое счастье, большая ответственность в том числе. Вы осознанно пришли вот к этому, к многодетной семье, к большой семье вместе с супругой. Вы знаете, Лена, мы когда познакомились с женой, буквально там, сейчас уже не помню, 22 года прошло, ну, может быть, не в первые дни, но в первые недели начала отношений, мы поняли, что мы абсолютно идентичны в том, что мы хотим полноценную счастливую семью, как минимум, с двумя детьми. вот, и в каких-то ее детских там, мечтаниях о семье, и в моих, вот, полноценная счастливая семья воспринималась как папа, мама и двое детей. Когда родилось двое, мы поняли, что мы хотим больше детей, и благодарны Богу, что дал третьего ребенка. сейчас я очень хочу ребенка, жена тоже хочет, но уже боится, поскольку считает, что у нее такой возраст, который, ну, может стать определенным барьером для деторождения. Я так не считаю. Сейчас мы с ней постоянно ведем дискуссию по этому поводу. Ну, я надеюсь, вы переубедите? Надеюсь. Алексей Владимирович, а девочки ваши чудесные, разные возрасты, какая из них на вас больше похожа по характеру, по темпераменту? Лена, не потому, что мне так хочется, а потому, что это действительно так каждая похожа чем-то своим и на меня, и на мать. Все мы понимаем, почему наши дети на нас плюс-минус похожи. визуально, внешне. Но откуда берутся какие-то вот вещи, которые присущи родителям, изнутри по характеру ребенка сложно понять. Каждая в чем-то своем похожа на меня, в чем-то своем похожа на маму. Вот у меня до сих пор мама моя. Поскольку рано она стала водовой, и с тех пор, а это случилось в 88-м году, умер отец, я в пятом классе учился, она больше замуж не вышла. До сих пор иногда она мне, я как-то там рукой проведу, или выражение лица сделаю, или как-то повернусь, она говорит, слушай, но это просто копия, как делал отец. И у моих детей тоже, да и у всех это так, и настолько это удивительно и интересно. Это правда, это истинная правда. Время у нас заканчивается, очень хотелось бы узнать, Алексей Владимирович, кто же все-таки главная женщина в вашей жизни? Знаете, наверное, Смолянки меня не поймут и многим, а может быть большинству мой ответ не понравится, но он на 100% будет честный. Многие бы женщины Смолянки сказали, вот какой молодец, если бы я сказал, главная женщина в моей жизни это мама. Другие бы сказали, молодец, если бы я сказал, что главное это жена. А у меня главная женщина в моей жизни это работа. И то только потому, что она женского рода. Поэтому ее можно работу отнести к понятию женского рода. Я трудоголик, вся моя жизнь посвящена моей работе. в этом в чем-то есть и плюсы для семьи, для родных. В чем-то скорее большие минусы. А по степени любви это, к сожалению, давно уже ушедшие жизни бабушка. Спасибо вам большое за интервью. И особенно большое спасибо за искренность и откровенность. Спасибо большое.